МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телекомпании ТВ-Сфера продолжают городские новости. Здравствуйте в студии Ольга Авилкина. 12 апреля в Харциске и Лавайске-Изугрессе завершился отопительный сезон. Основанием для отключения от тепла батареи в домах, школах, детских садах и больницах послужили показатели среднесуточной температуры, которые три дня подряд фиксировались на уровне, превышающем 8 градусов по Цельсию. Сегодня итоги отопительного сезона в присутствии журналистов местных СМИ подвел исполняющий обязанности главы администрации Харциска Александр Левченко. Отопительный сезон в Харциске завершился досрочно. Причина – стремительное потепление в начале апреля. Столбики наружных термометров легко преодолевали отметки плюс 18, 20, а то и все 25 градусов Цельсия. Пришло время тушить котлы в котельных. Можно сказать одно. Отопительный сезон прошел без срывов. Те аварийные ситуации, которые возникали на наших магистральных линиях в домах, устранялись. В целом, можно только лишь сказать, высказать слово благодарности работникам теплосети в городах Харциска, которые обеспечили подачу тепла в наши дома на объекты социальной сферы. В Зугрессе, где Зуевская теплоэлектроцентраль, снабжающая теплом дома старой части города, перешла на баланс государственного предприятия «Донбасс Теплоэнерго», также без срывов удалось провести отопительный сезон, вернее, вторую его половину. В связи с ремонтом основного оборудования на Зуевской АТС возникали определенные сложности на начальном этапе. Но когда был закончен полностью ремонт котла БКЗ, срывов подачи теплоносителя и качества его в городе Зугрессе не было. То есть отопительный сезон в Зугрессе прошел в старой его части, ну как и поселок 60 лет октября, который отапливает Зуевская АТС, прошел без срывов. И все же не стал отрицать Александра Левченко, проблемы были. Были и единичные обращения харцизян в администрацию по поводу холодных батарей в квартирах. Существенно уменьшить поток подобных жалоб, считает градоначальник, можно при более тщательной подготовке к отопительному сезону, который, кстати, харцизские коммунальщики уже приступили. Спасибо службе единого заказчика, хоть какие бы там нарекания не были, проблем всегда хватает, но все аварийные ситуации устранялись в кратчайшие сроки. Запас материалов был, сейчас он будет накапливаться, есть чем готовиться к отопительному сезону. То есть материалы и оборудование есть для качественной полноценной подготовки. Нашей теплосетью проведены подготовительные работы и запланирован объем работ по замене и на центральных магистралях, и арматуры запорные, то есть подготовка котельных наших, все идет по графику. В Харцизке продолжается борьба за чистоту улиц. Сегодня представители торгового отдела городадминистрации, управление жилищно-коммунального хозяйства и полиции отправились в рейд на поиски недобросовестных, говоря канцелярским языком, субъектов хозяйствования. За работой комиссии наблюдала наша съемочная группа. Первую остановку участники рейда делают на улице Краснознаменской. Земельный участок в центре города в свое время был оформлен под торговый комплекс. С 2013 года здесь прописалась автостоянка. Вид из окон соседних девятиэтажек неприглядный. В поле зрения бытовой мусор в ассортименте и десяток атрибутов Нового года, давно исполнивших свою праздничную миссию. Претензии комиссии по поводу, мягко говоря, ненадлежащего санитарного состояния территории представитель владельца выслушал спокойно. У него свои аргументы. Рядом с автостоянкой находятся мусорные контейнеры. Отсюда и санитарная беда. Субъект хозяйствования предупрежден об административной ответственности. И будет, конечно, факт выявлен, что мусор есть. И согласно правилам благоустройства должна проводиться ежедневная уборка данной территории, прилегающей территории для всех объектов, включая и автостоянки, и автозаправки, и магазины, и торговые объекты. То есть это распространяется на всех. Ежедневная уборка территории. В среду данные материалы дела будут переданы на рассмотрение в административную комиссию. Сосед автостоянки – бар «Будьма». Комиссия констатирует, перед фасадом мусора нет, но территория выглядит неопрятно. На тротуаре пыль и грязь, а вместо газона черно-серая масса. Общий вид по всему периметру заведения неудовлетворительный. Срок на исправление недостатков – два дня. Следующую остановку участники рейда делают на улице Шалимова. Старания отдельных предпринимателей, радеющих за чистоту, здесь налицо. И все же картина пока еще далека от идеальной. Согласно правилам по землеотводу, необходимо территорию соблюдать в надлежащем санитарном состоянии до 25 метров по периметру, до оси дороги. То есть тротуар, который находится в данном территории, должен находиться в уходе за субъектами хозяйствования. То есть административная ответственность от 20 до 80 минимум прожиточных возлагается на граждан, и от 50 до 100 минимум возлагается на, несется такая ответственность на субъектов хозяйствования, то есть либо на собственников данного объекта. Призываем еще раз навести порядок. Все-таки идет летний период, все мы хотим жить в чистом, прекрасном городе. В пятницу, во время проведения общегородского субботника, мы заранее предупредили хозяев частных предпринимателей, хозяев магазинов, парковок и т.д. и т.п. о том, что территорию нужно перейти в должное состояние, согласно правилам благоустройства. Ряд магазинов на улице Шалимова, они территорию поубирали, перекопали, посадили цветочки, все красиво. Всем приятно, собственно говоря, здесь находиться. Остальные же просто проигнорировали. В то время, когда одни харцизиане стараются поддерживать чистоту, другие сводят все их старания на нет. Как только ветреная весенняя погода, весь мусор, все, что не чистится на других местах, не убирается. Весь этот мусор, естественно, прилетает мелкий куда-то и на твою территорию. Но для порядка, для полной чистоты мы это все, конечно, ежедневно убираем. На клумбе возле магазина «Кот в сапогах» уже распустились первоцветы, но их красоту портит соседний пейзаж. Машины на газонах улицы Шалимова – дело обычное. Случается у нас такая ситуация, когда для разгрузки подъезжают вот сюда машины, которые разгружают хлеб ежедневно, разгружают другие там нюансы. И грузовики заезжают на территорию и даже заезжают на пешеходную дорожку, когда людям невозможно пройти на этой пешеходной дорожке. ГАИ работает, когда, если кто-то неправильно стал. Но когда грузовик заехал на территорию, которая должна быть перекопанная, хорошая, выглядел травка какая-то была, машина грузовая заезжает, это вообще в грязь, на эту территорию просто невозможно смотреть. Аналогичные проверки в ближайшие несколько дней в Харциске пройдут повсеместно. Впрочем, чтобы избежать пристального внимания комиссии, достаточно просто содержать подведомственную территорию в чистоте. Важное сообщение от компании «Вода Донбасса». В среду, 18 апреля, в связи с проведением ремонтных работ по замене двух гидрантов на улицах Фрунзе и Нахимова, будет прекращена подача питьевой воды на Харциск. Отключение водоснабжения предполагается в 9 часов утра и продлится около 3 часов до полудня. Продолжаем наш выпуск. Глава ДНР распорядился ликвидировать таможенные пошлины между Донецкой и Луганской народными республиками. Вопросы, касающиеся единого таможенного пространства между соседними государствами, были рассмотрены вчера на совещании Александра Захарченко с заместителем председателя СОМИНА, министром доходов и сборов и главой финансового ведомства республики. Сегодня даю вам поручение, в сегодняшний день собрать президиум, на президиуме решить вопросы о снятии таможенных пошлин согласно нашему законодательству. Напомню, там процесс идет, на сегодняшний момент многие разночтения и разногласия в законодательстве в таможенном и в целом убраны. Александр Ильич, предложите, пожалуйста, то, что было проделано. После встречи с представителями Луганской народной республики была создана рабочая группа. Наш налоговый департамент и таможенный департамент и также налоговый таможенный департамент Луганской народной республики. Была разработана зеленая карта, которую на сегодняшний день ждет просто подписания президиума. Она предусматривает взаимное снятие всех видов сборов и налогов на продукцию, которая произведена в Луганской народной республике для Донецка и та продукция, которая произведена в Донецкой народной республике для Луганска. Значит, также синхронизированы работы двух таможенных систем. Мы теперь видим продукты, которые заходят в Луганский, на Луганск, которые транзитом идут на нас. И также Луганский видит то, что заходит к нам и движется транзитом через нас в сторону Луганска. Синхронизированы налоговые базы. Александр Захарченко дал поручение Совету министров ДНР подготовить все документы, необходимые для урегулирования таможенного вопроса. Согласно-то зеленой карте, пускай наши предприниматели, наше население ездить на Олдовскую территорию и не падать никаких налогов в сбору. Согласно-то зеленой карте, которая была принята совместно между мной и Воловой Олдовской Народной Республики. На днях в Харцизский городской отдел полиции за совершение административного правонарушения был доставлен 37-летний мужчина, который, как выяснилось уже в ходе допроса, имел при себе небольшой арсенал взрывчатки. Правоохранители изъяли у злоумышленника ручную осколочную гранату РГ-42 и около 200 граммов тротила. Экспертиза подтвердила, что вещество вполне пригодно для взрыва. Хранение взрывчатых веществ теперь может обернуться для харцизянина четырьмя годами лишения свободы. 26-я харцизская школа, которая, как известно, специализируется на углубленном изучении иностранных языков, сегодня стала площадкой для проведения республиканского семинара на тему «Дебатная технология. От теории к практике». Предполагается, что внедрение этой самой дебатной технологии развивает у детей умение мыслить и правильно говорить, причем не только на родном русском. Акцент новой программы сделан на общении именно на иностранном языке. В 26-й школе применять программы дебатной платформы на уроках английского языка начали не так давно – в 2017-м, в то время как, например, донецкие педагоги практикуют эту методику уже около трех десятков лет. Наша школа всегда работала по углубленному изучению иностранных языков, потому что мы считаем, что настоящий образованный человек, он должен знать иностранные языки. И поэтому мы стремимся к тому, чтобы наш ребенок, когда он окажется в современном мире, чтобы он мог спокойно проводить межличностное и межкультурное общение на иностранном языке и представлять таким образом нашу республику. С 2017 года мы работаем по проблеме на уровне республики внедрения дебатных технологий на уроках английского языка. И вот мы сегодня хотим показать, чего мы достигли за этот небольшой период. Регулярное использование на школьных уроках методик дебатной платформы, отмечают педагоги, положительно сказывается на формировании и развитии у детей коммуникативных навыков. Программа призвана помочь школьникам научиться грамотно строить речь, в том числе и на иностранном языке. Свободно вести дискуссию, уметь находить аргументы в споре, анализировать и интерпретировать разные точки зрения. Мы на уроках проводим различные упражнения. Вот эти упражнения сегодня тоже мы фрагменты будем показывать, как подвести их к тому, чтобы они могли проявить себя, чтобы они не боялись сказать слово, не боялись задать вопрос, не боялись отстоять свою точку зрения. А потом будут у нас принимать участие шестиклассники. Шестиклассники будут показывать эти подготовительные упражнения. Девятый класс уже покажет фрагмент дебатов, когда будет сидеть три человека, которые будут выступать за, а три человека, которые против. О целесообразности применения в школьной учебной программе дебатной технологии и ее результативности на семинаре сегодня говорили не только учителя Харцинской 26-й школы. В обсуждении темы приняли участие преподаватели иностранных языков из Донецка, Шахтерска и Горловки. Педагоги поделились своими наработками в этой области, представили небольшие презентации, провели игровой мастер-класс. Это все новости на сегодня. Не забудьте о кратковременном отключении завтра с утра воды и до встречи на канале этого сфера. 18 апреля 1846 года американский инженер Роэл Йорл Хаус запатендовал печатающий телеграф. Стремительно развивающееся электрическое средство связи получило новый импульс. Теперь управляться с телеграфом стало значительно проще и места у аппаратов стремительно стали занимать барышни в белых блузочках и длинных тогда еще юбках. Мир расширился до невиданных ранее пределов. Если в городок ввели телеграфные столбы, значит его население было в курсе последних новостей. Густеющая со временем телеграфная сеть, среди прочих плюсов, позволила получать данные метеонаблюдений сразу же после их производства, что в свою очередь резко повысило оправдываемость прогнозов погоды. Днем 18 апреля переменная облачность, температура воздуха 22 градуса, влажность 35%, западный ветер 6-8 в порыва до 11 метров в секунду. Ночью облачно, возможны осадки, температура воздуха 11 градусов, влажность 85%, северо-западный ветер 5-7 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова